Первая Великая Депрессия продолжалась 10 лет и окончательно вышел из нее мир только через Вторую Мировую Войну. Но полагаю, что нынешняя вторая Великая Депрессия тоже продлится не меньше, а скорее всего даже больше, потому что Первую Великую Депрессию не пытались заливать потоками необеспеченных денег, тогда деньги были еще обеспеченными, а поэтому их невозможно было по выражению кого-то из глав Федеральной Резервной Системы разбрасывать с вертолета. Сейчас же первые признаки кризиса попытались завалить горами необеспеченных денег, и приведет это лишь к тому, что кризис проявится еще жестче. К сожалению, даже среди профессиональных экономистов мало кто задумывается над тем, что если деньги печатают быстрее, чем растет масса реальных товаров и услуг, то цены этих товаров и услуг начинают расти быстрее, чем печатают деньги. И поэтому чем больше денег печатают, тем острее их не хватает для обслуживания товарооборота. Мы, кстати, проходили это в начале 90-х в период гиперинфляции. Так вот, я полагаю, что когда исчерпаются возможности рассовывать свежеотпечатанные доллары по карманам всего мира, когда по выражению Салтыкова за доллар будут давать в морду, тогда нас ждет вторая волна кризиса, значительно более жесткая, чем то, через что мы уже прошли. Единственный более-менее надежный способ подстраховаться от этого, это создавать собственное экономическое пространство, опирающееся не на доллар, а на реальные ценности. Мы сейчас движемся в этом направлении и, надеюсь, успеем продвинуться достаточно далеко, чтобы не погибнуть под долларовым обвалом.